добрый вечер друзья уже 18.00 по москве москва плывет как вы возможно знаете кто здесь же находится на не сдается у нас тут потоп но несмотря ни на что мы начинаем наш сегодняшний вебинар который посвящен началу вашей практики частной практики профессиональной практики платные практики консультирования или психотерапии или коучинга в общем то что много многих из вас интересует мы сегодня будем вести семинар вдвоем мы сейчас кратко представимся до расскажем о себе но сразу скажу да что меня зовут алексей ёжиков и моего соавтора и бывую подругу зовут татьяна звягинцева она тоже здесь с нами находится добрый вечер коллеги отлично таня все я тебя слышу и вижу с точки зрения тайминга да сразу проговорю что мы рассчитываем основную основное содержание поделиться им с вами за час может быть меньше мы времени займет и в остальное время мы сможем поотвечать на ваши вопросы с точки зрения того на что мы надеемся да что вы будете активными причем активными вы будете в чате с одной стороны а с другой стороны здесь изумение а с другой стороны у нас еще идет прямая трансляция в группу ассоциации в контакте поэтому если кто-то смотрит нас там то вы можете просто оставлять комментарии под постом где идет прямой эфир и мы также сможем на них ответить но на тех кто сегодня здесь живую у нас расчет еще более серьезный и мы просим вас быть активными иногда мы будем задавать некоторые вопросы но короткие простые с просьбой как-то отреагировать в чате прямо здесь в зуме вот соответственно если у вас есть такая возможность вы не за рулем до безопасности можете отправить нам плюсик или циферку то пожалуйста делайте это для того чтобы мы видели в том числе обратную реакцию от вас ну пожалуй на этом по предварительным моментом таня чтобы забыл что-то нужно добавить или поедем мне кажется можно начинать чудес и так меня зовут алексей ёжиков я руковожу секции коучинг прошу прощения ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии я уже продолжительное время занимаюсь коучингом с 2015 года коучингом руководителей высших лиц руководителей высшего звена в крупных организациях я супервизор причем и психологов и поучей по когнитивно-поведенческой терапии и психологическому консультированию я обучался в нашей родной ассоциации в ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и сам я уже некоторое время больше трех лет может быть четыре преподаю разрабатываю программы виду курсы тренинги семинары в кпп и теперь в мир кпт вхожу кроме а кпп еще в соседние да такие профессиональные организации ассоциации русскоязычных коучей и нфпмк в общем имея некоторые отношения с одной стороны коучингу с другой стороны психологическому консультированию а с третьей стороны еще и к развитию частной практике об этом еще может быть пару слов скажу еще раз всем добрый вечер меня зовут ассен звягинцева по основу новому образованию я психолог психолог консультант сейчас я работаю как когнитивно-поведенческий психолог и как коуч я тоже сертифицирована международной ассоциации я уже не первый раз работаю со специалистами помогающих профессии и являюсь автором методик поддержки для начинающих практиков для тех кто первый раз выходит частную практику для тех кто меняет практику потому что в моем опыте была работа на базе центра была работа на себя как психолога и еще я развивала свою практику как коуч то есть я выходила на сцену трижды у меня есть опыт в связи с которым я и разрабатывал эти методики и сейчас вот мы вместе с алексеем тоже объединили наш опыт и я являюсь членом ассоциации кпт и международной федерации коучинга и так сейчас мы хотим как раз начать с вами общаться напишите пожалуйста в чат либо в комментарии в контакте если вы нас там смотрите кем вы сейчас работаете или может быть вы обучаетесь и как раз планируете выходить в практику может быть вы психотерапевт психолог коуч может быть кто-то еще да напишите пожалуйста в чат мы у вас немножко подождем так я вижу психолог преподаватель психолог психолог коуч отлично а нам психологов мы видим да у нас пока коуч и меньшинство большинство психологов продолжайте да нам важно подсобрать эту статистику посмотреть что из этого получится да заодно правила активности никто не отменял мы в прошлые вебинары подобные да не первый раз уже проводим проводили такой короткий опрос что для вас самое интересное или самое важное из тех тем которые мы заявляем на вебинар и были гипотез до что есть разный интерес и что может быть что-то гораздо меньше интересным людям чем другое в общем мы видим до что статистика так распределяется почти равномерно и в основном очень большой объем внимания специалистов помогающих профессии направлен на ведение соцсетей и люди с этим значит бьются изо всех сил мучаются но продолжают как в том анекдоте до пытаться хотя бы проживать кактус да я уже не говорю о том чтобы переварить но вот проживать пытаются и отмечают отдельно проблему с поиском первых клиентов или с увеличением с одного там двух клиентов платящих допустим и некоторого количества бесплатных клиентов выход в какой-то ну более-менее управляемую практику когда я понимаю откуда ко мне приходят клиенты я могу на это влиять да я понимаю как это работает на что здесь сразу хочется обратить внимание что по большому счету сегодня помогающих специалистов не учат самостоятельно приобретать доход то есть это касается и нас ассоциации да здесь я буду говорить и не зря мы здесь начали этот курс что мы обучаем друг друга вас тому чтобы быть хорошими психологами дах качественными коучами комфортно себя чувствовать в сессии работать с клиентом и тому подобное но как только дело доходит до того как именно заинтересовывать новых клиентов до чтобы они у вас появлялись вот здесь возникает некая такая пустота лакуна и как известно природа не терпит пустоты и в эту пустоту попадает то что громче всего слышно а громче всего вы слышите ровно то кто будет ровно тех кто больше всего кричит а кто у нас больше всего кричит на рынке по поводу того как зарабатывать деньги естественно представители но они сами себя называют этим словом до инфобизнеса то есть бизнеса по продаже информации это неплохо это нехорошо это факт но тем не менее поскольку сам инфобизнес строится по определенным лекалам профессионалам психологам коучам предлагаются те же самые лекала без учета специфики и поэтому те ту информацию которую получаете из интернет да опять же вы получаете самую яркую ту которую больше всего публикуют а публикуют больше всего что вам нужно писать в соцсетях и тогда к вам оттуда будут приходить клиент и по большому счету это конечно такое очень серьезное когнитивное искажение потому что он задать себе вопрос да когда когда не было социальных сетей как психологи вообще наполняли свою практику ну то есть да кто-то из них работал в клиниках да медицинские учреждения но если мы посмотрим на западный опыт развития частной практики да опять же до появления интернета как-то же люди себе эту частную практику обеспечивали зигмунд фрейд тоже о себе ничего не писал социальных сетях да но при этом как-то вот значит у него и у его учеников практика была вполне устойчива и как только мы задаем себе этот вопрос мы понимаем что наверное конечно новые технологии меняют ландшафт коммуникативные взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами но все-таки неужели социальная сеть является и там написание контента до является единственным инструментом но вот мы сегодня попробуем расшатать это убеждение и рассказать что нет не обязательно и как раз предложить пять таких даже не просто шагов опять таких направлений которыми вы могли бы двигаться прямо сегодня или завтра до после того как побывайте на нашем вебинаре для того чтобы эффективнее развивать вашу вашу практику и я предлагаю сначала задуматься об ответе на такой парадоксальный вопрос напишите пожалуйста в чат или в комментарии как вы думаете сколько в деньгах то есть сколько рублей вы теряете ежемесячно откладывая старт практики то есть вот допустим вы еще не практикуете да вы обучаетесь или недавно завершили обучение у вас есть может быть один два три платных клиента и вы откладываете старт практике сколько в рублях вы теряете ежемесячно могу подсчитать ответы дарья спрашивает как узнать сколько 200 тысяч вариант 40 тысяч плюс 10 тысяч рублей но я думаю что коллеги еще напишут да но до 50 100 плюс то есть как-то заметно что аудитория задумалась да кто-то снова пишет 200 ориентировочно 100 я отвечу на вопрос а как посчитать на самом деле способ один из он необязательный да но я предлагаю один из возможных давайте представим что откладывая старт практики за этот месяц на который вы отложили старт практике вы не получили двух новых клиентов платящих то есть мы исходим из гипотезы что вы стабильно работая над своей практикой можете привлекать двух клиентов платящих в месяц новых ну казалось бы это в общем то немного это действительно немного это доступно любому специалисту здесь собравшихся получать двух новых клиентов в месяц но мы говорим не про абы каких двух клиентов а про таких двух клиентов которые за все время ой прошу прощения за все время работы с ними пройдут у вас порядка 8 сессий здесь мы прекрасно понимаем что все зависит от того подхода в котором вы работаете от того вы работаете в рк т например да или вы работаете в когнитивно-поведенческой терапии с какими-то состояниями которые требуют 10-15 сессии или вы работаете состояниями которые требуют более пролонгированного контракта да и так далее но если мы говорим про кпт и вообще когнитивно-поведенческие подходы рэп акт и так далее то 8 сессий на одного клиента это такая ощутимо реальная средняя цифра потому что у нас количество сессий на клиента она распределяется такое обратное распределение да то есть больше всего клиентов к нам приходят и уходят особенно если это коучинг через одну-две сессии или просто там не сложилась химия и контакт или по любым другим причинам есть какое-то среднее количество которое отходит 3-4 сессии будет какое-то которое отходит 8 сессий а еще какое-то количество которое останется с вами на долгосрочные контракты там работая с вами год и больше допустим допустим мы сейчас еще ответим на этот вопрос да вы можете привлекать каждый месяц двух новых клиентов с которыми вы проведете 8 сессий вы увидите сегодня что это реалистично дальше вопрос а сколько эта сессия будет стоить на этот вопрос начинающие специалисты себе отвечают по-разному мы сейчас тоже немножко забежим вперед да я дам ответ две с половиной тысячи рублей за сессию для кого-то из вас может казаться убогие это какие-то заоблачные дали но нет соответственно если мы все это перемножим то получается что 40 тысяч рублей это два недополученных клиента за один месяц то есть это все деньги которые вы не до заработаете не получив этих двух клиентов значит каждый месяц вы не до получаете двух новых клиентов и значит вы не не до зарабатывать эту сумму и это в общем относительно небольшая разница соответственно если говорить про механику расчета да вот там был задан вопрос как вот берите инструмент посчитайте сколько новых клиентов которые в среднем две сессии должны прошу прощения сколько новых клиентов которых в среднем 8 сессии 6 сессии до смотря по вашей практике могло бы у вас появляться ну вот такой по своей собственно реалистичной оценки если бы вы знали как и понятно что к нам у нас не каждый клиент становится вот таким который с нами 6 или 8 сессии отработали значит давайте посчитаем что количество входящих запросов из тех кто к вам пришел и говорит можно с поработать должно быть порядка 8 мы берем x4 это средняя по рынку в вашем случае может быть там у вас каждый первый или каждый второй клиент который просто приходят с запросом они становятся вашими клиентами и отрабатывают с вами дольше да значит ваши значения будут в этом смысле тоже отличаться вот но итого по самым скромным подсчетам для тех кто только начал или заканчивает только начал практику или заканчивает обучение по скромным подсчетам минимум 40 тысяч рублей в месяц а это на секундочку полмиллиона рублей за год то есть если пол если год тормозить то полмиллиона рублей вы не заработаете но куда в чате есть коллеги которые оценили свой простой в 100 в 200 тысяч и это тоже абсолютно реалистичные оценки просто исходя из того что вот эти значения здесь могут быть больше и суммарно если вы перемножите то увидите соответствующий результат но я же обещал до сакральный вопрос сакраментальный здесь так пометил но вы зададите следующий момент а где же я возьму ты двух клиентов еще и на ставку две с половиной тысячи рублей вот я молодой недавно закончивший обучение специалист или только заканчивающий да и так чтобы с этими клиентами они еще со мной 8 сессии отработали как это возможно да и значит сегодня я буду отвечать на твой вопрос мы с вами сейчас коллеги обратимся к статистике мы с алексеем собрали данные но опять же предлагаем вам не верить нам на слово да если вам интересно после вебинара пойдите проверьте сами что у нас сейчас происходит рынок и спрос на психотерапию на коучинг на консультирование ежедневно растет и специалистов на всех не хватает почему их не хватает во первых статистика но я начну с того что я регулярно общаюсь с помогающими практиками это мои клиенты это мои коллеги и сейчас да в связи с событиями 22 23 года мы понимаем что у наших коллег не хватает времени чтобы взять всех клиентов более того сейчас у клиентов бывает такая история что сначала запрос был больше на терапию теперь на терапию и на коучинг либо был запрос на коучинг что-то обострилась жизни плюс запрос на терапию нужно бывает даже два специалиста а бывает еще и для детей для родителей для коллег на работе и так далее и тому подобное и так если мы смотрим статистику авито да то у нас спрос на психологов россии увеличился на 99 процентов да это очень очень много в апреле 22 года спрос на психологов и психотерапевта в стране вырос на 81 процент по сравнению с 21 годом сейчас мы с вами двадцать третьем году поэтому насколько мы знаем спрос не уменьшается он только растет потому что до ситуация в котором мы с вами находимся она не улучшается за 22 год число вакансий до в штат если например у вас нет желания работать только частно можно идти в штат и здесь для практикующих психологов тоже есть рост есть вакансии и мы видим прирост на сто пятьдесят один процент 2020 году да и прирост на за два года за два года 215 процентов вот они вот они наши клиенты которые ищут нас и которые иногда не знают как нас найти здесь наверно можно говорить о том что конечно мы говорим во первых эффекте низкой базы ну то есть что россияне еще не очень привыкли ходить психологом но они все больше привыкают и тех кто сейчас есть из тех кто обеспечивает эти услуги но у нас не хватает и действительно кратный рост происходит от года году не только в вакансиях но и спроси здесь мы приводим исследование которое 2020 года это его проводила екатерина сегитова я думаю что многие с ней знакомы и на 2020 год средняя стоимость сессии была 2 264 сейчас мы имеем прогресс в так сказать инфляции негативный да и мы понимаем что стоимость сессии и стоимость вообще услуг на рынке она сейчас выше поэтому две тысячи это тот нижний порог который вы уже можете ставить соответственно даже больше да единственное что как-то хотелось бы тоже почтить хотя бы 10 секундами память екатерины сегитовой да кто не знаком замечательный психолог психотерапевт она как раз проводил это исследование планировала провести повторно в двадцать третьем году но к сожалению не удалось этого сделать она ушла от нас после долгой продолжительной болезни она рассказывала о ней в социальных сетях и вообще очень полезную полезное дело дело для нас для психолога для помогающих практиках но давайте перейдем от этого к собственно теме до от кого прозвучит сакральный вопрос но я уже перехватил инициативу извини вопрос что мешает вам начать расти или расти уверенно вот там в чате до этого до дарья по моему писала о том что страшно страшно начинать это одна из помех и мы сейчас расскажем вам о том какими они могут быть и для того чтобы это происходило как-то значит так живее интереснее и не сухим научным языком мы стане решили предложить вам попримерять на себя такие архетипы или персонажи значит человека который начинает развивать свою частную практику причем в любом случае независимо от того какой стаж да вы может быть раньше работали на ставку где-то и решили начать свою практику развивать может быть вы только закончили обучение и начинаете независимо от этого и мы расскажем вам про некоторых персонажей на примере каждого из них расскажем какие конкретные шаги вы можете сделать для того чтобы эти помехи преодолеть и первый персонаж я увидите в очках даже отыгрываю немножечко этого персонажа мы назвали его знайка знайка это специалист психолог которая или который стремится как можно больше знать для того чтобы как можно больше как можно более эффективный быть и как можно больше что интересно получать клиента то есть знайка зарабатывать сертификаты для себя и для того чтобы клиенток к ней или к нему пришли знайка опасается причинить в лет вред клиентам да то есть я продам свои услуги ко мне придет клиент а я что-то не знаю я не буду знать что делать а если я буду знать то я сделаю не очень хорошо я наврежу профессии вообще своим своим причинением вреда и лучше-ка я еще позанимаюсь получусь знайка не идет в практику знайка не стремится начать как можно быстрее входить в контакт с живыми настоящими реальными платящими клиентами знайке нужно от кого-то получить как знаете ярлык на княжине было такое у нас раньше или но разрешение подписку что так ладно хорошо мы тебя проверили со всех сторон ставим на тебе знак качества или значит спецприемки что хорошо теперь можешь идти в рынок и вот пока знайка этого не получит не только получая сертификаты да но и опрашивая своих преподавателей супервизоров в общем опираясь на их опыт тоже знайке очень сложно выйти в мир но об этом да я уже кратко упомянул тревожиться не знать что делать в сессии да вы там загибайте пальцы по каждому признаку которые вам подходят если целую руку загнули значит знайка это про вас знайка берет бесплатных клиентов потому что не готова отвечать за какие-то неуспехи в работе с платным клиентом да то есть я вот я же возьму человека деньги я же должна ему помочь а если я ему или ей не помогу то это значит что я деньги взяла не за что а для того чтобы я была уверена что я смогу помочь мне надо еще поучиться пару лет и вот тогда я наконец смогу брать деньги за консультацию вот такая логика у знаки работает знайка обычно работает на некой основной работе до очень много психологов которые становятся приобретают вторую профессию до или на подработке на какой-то я не знаю там пункт выдачи озон или бухгалтерия до или экономики экономическая какая-нибудь деятельность вот и день который знака зарабатывать на основной работе она тратит на учебу по вечерам значит чтобы как можно быстрее заработать как можно больше сертификатов и вот что интересно с представленностью знаки знака тревожится от идеи что-то писать соцсети потому что но это же никому не будет интересно знайка знает очень много но знайка думает что если она что-то знает и все остальные это знают тоже и поэтому знайка подписана на 150 каналов или там профилей практикующих психологов тоже то есть знайка подписана на коллег в основном и она видит что коллеги уже написали про все и у знайки тут возникает такая тревога что боже уже все же теперь получается все население российской федерации она знает про все и что же мне теперь делать то что я могла бы написать это никому не интересно описать что-то снова что такое когнитивная модель ну как-то уже знайки и не серьезно если вы себя узнали да если вы загибали пальцы и загнули 45 пожалуйста поставьте плюсик в чат или в комментариях в вконтакте здесь в чате уже пишут узнаваемо тоже комментирует что мне надо пройти все курсы и получить все сертификаты всего мира отлично ну вот да я вижу что плюсики плюсики есть что делать по шагам если вы узнали в знаке себя то первое что важно делать да очень часто знаки закупают обучение стихийно ну ой групповое кпт мне надо я кстати купил себе в очередной раз не удержался или там ой а вот здесь вот схема терапия ой обязательно ой а я же еще вот это вот ой а еще вот это интересная нозология ой а вот здесь же еще мне надо рэп прокачать ой еще же вот это и это все автоматически так происходит да тоже в некотором смысле из тревоги то что называется фомо до fear of missing out что вдруг я чего-то не буду знать чтобы работать поэтому первое что очень важно сделать это распланировать ваши траты на обучение супервизии и личную терапию то есть прям сказать себе все мой бюджет на двадцать третий год оставшийся 100 тысяч или 150 или 200 неважно и прям по месяцам их расписывать да что я вот тогда-то буду проходить супервизии тогда-то интервизии тогда-то мне нужна личная терапия обучаться я буду тому то и тому то все остальное чтобы у меня не появилось я буду переносить в план на двадцать четвертый год поскольку знайка обычно почти никак не представлена в социальных сетях ну то хотя бы профиль оформите то есть сделать короткий текст а себе как профессионалев профиля разместить и можно какой-нибудь короткий пост кто я и с чем я работаю то есть не нужно вписать много сложных текстов да просто вот чтобы люди хотя бы самые ближние к вам знали чем вы занимаетесь и следующий шаг поскольку знаки бывает совсем некомфортно как-то идти в мир прям широкую аудиторию выберите тех людей которые могли бы вас посоветовать или поделиться информацией о вас со своими знакомыми то есть не предлагать свои услуги знакомым да мы не можем работать с людьми с которыми находимся в двойных отношениях но у вас точно есть знакомые которые могли бы про вас рассказывать другим делиться информацией с теми кому может быть полезно попробуйте это сделать возьмите два-три контакта с которыми вам будет легко это сделать и попросить их рассказать знакомым о вас посмотрите что получится самое важное для знаек самое ценное для вас сейчас это как можно быстрее приобретать ли реальный опыт клиентской работы то есть сейчас контентные публикации писать какие-то вымучивать или наоборот производить килотоннами какие-то тексты в социальной сети это не самое главное потому что для вас самое сложное сейчас это реально оказаться лицом к лицу с человеком который хотел бы чтобы вы ему помогли но он еще может быть в этом не уверен ему нужно в контакте с вами разобраться ну вы можете помочь или нет это страшно но мы же с вами когнитивно-поведенческие специалисты и поэтому мы вспоминаем про то что поведенческая экспозиция наше все и если вы будете выходить в контакты один на один со знакомыми ваших знакомых то это будет безопаснее вам будет комфортнее это проделать поэтому ищите все способы общаться с реальными клиентами и переходим к следующему архетипу мне кажется ценно что вы уже узнаете себя и замечаете что мы после каждого архетипа будем давать вам практические шаги поэтому будьте внимательны переходим к стесняши стесняши не хочет впаривать вот здесь в чате да я уже видела сообщение что вот социальные сети там что-то не поддерживают знакомые и бывает такая мысль что вот я сейчас начну про себя рассказывать и все будут думать что я впариваю свои услуги и это да такой блок который возникает как мысль и все после этого стесняша не хочет про себя ничего рассказывать что еще стесняша отказывается почему о себе рассказывать я впариваю если я впариваю что это значит скорее всего мне будут отказывать если у вас есть вот такой страх столкнуться с отказом что вам еще может как-то грубо ответит и еще скажут что вы какой-то там не такой да читаем свои убеждения то вот этот страх вот это убеждение как раз про стесняш отказ от презентации себя в страхе получить вот что-то плохое в ответ поэтому себя стесняши не продают не предлагают свои услуги и чем же тогда заниматься если вот себя нельзя впаривать значит что надо делать надо прокачивать личный бренд покупаются курсы берутся наставники как же сделать так чтобы я так создал свои рекламные кабинеты оформил оформила свои социальные сети чтобы они сами пришли меня нашли и ничего никому не надо было рассказывать потому что если я хороший специалист то значит и так все должно быть с первого взгляда понятно если не понятно то значит рекламный кабинет или там социальная сеть недопрокачена другие варианты не рассматриваются почему да смотрим выше и стесняша не знает как еще можно привлекать клиентов кроме публикации в социальных сетях и продвижения в соцсетях и еще не знает возможно потому что смотреть в другие способы страшно да по поводу предыдущих причин и я уже об этом говорила да стесняша ожидает что сейчас он или она так хорошо подготовиться что все сразу придут встанут в очередь давайте мне долгосрочную терапию вот денежки вот где ваш договор мы готовы к вам идти но к сожалению это не очень реалистичный сценарий и так если себя узнали ставьте пожалуйста нам плюсики в чат чтобы мы вас видели видели как вы стесняетесь а я сейчас расскажу о том что вы можете начать делать уже сейчас потому что нет никакого смысла вам рассказывать о том что вы переживаете вы сами все прекрасно знаете но важно что теперь с этим можно делать вы можете написать нескольким знакомым людям которые похожи на ваших клиентов то есть здесь да какой выход если вы не хотите впаривать и продавать вы знаете что со знакомыми работать не нужно да это против нашей этики но вы можете с ними пообщаться по поводу того какой психолог какая услуга какие проблемы их вообще волнует что с ними происходит и вы можете узнать все возражения да вот вам ваш знакомый скажет ну там я не хожу психологу потому что он то 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 да вы записываете эти возражения и смотрите касаются они вас или нет если действительно вы понимаете что вам стоит вашей практике что-то чуть-чуть изменить или как-то оформить свою услугу по-другому вы это используете то есть вы сначала знакомитесь с вашей целевой аудитории не через продажу а через общение с людьми которые похожи на тех кому вы можете быть полезны и конечно же да используем экспозицию да поиграем воображение так как будто бы к вам обращаются за услугой вы все это прекрасным образом рассказывать и вам отказывают здесь вы даже можете своими коллегами поработать или сходить к своему психологу и вот переживать эту ситуацию отказа и насколько это будет для вас подобно самому страшному страху и сможете ли вы с этим совладать и вы можете вкладываться в формирование рапорта с клиентом с любым входящим запросом то есть если вы вообще волнуетесь как вам презентовать свои услуги стесняетесь это делать начинайте это делать со всеми кто к вам обращается и вы можете делать это таким образом что даже если вам отказали можно этот отказ как использовать да вам отказали по какой причине возможно не потому что вы ужасный специалист возможно что-то вашем предложении не подходит но это значит что вы можете попросить вас рекомендовать да вы уже знаете вы со мной сейчас познакомились понимаю что вы не готовы со мной работать пожалуйста вы можете обо мне рассказать возможно кому-то понадобятся мои услуги вот эти шаги мы можем вам предложить внедрять уже сейчас и как резюме стесняшим важно начинать общаться с клиентами один на один да не за маской социальной сети не за таргетом не за курсами по продвижению а с реальными людьми чтобы таким образом и прорабатывать свои убеждения и находить реальные способы контакта с людьми которым вы действительно можете быть полезны следующий такой архетип то вы там если себя стесняшу узнали тоже где-то пометьте себе что вы стесняшу заодно там просто был прекрасный вопрос а бывает ли знайка стесняша я сказал что забегаем вперед немножко следующий такой архетип или персонаж это универсал универсал это человек помогающий специалист который считает что нужно уметь все и помогать всем у нас же там клятву гиппократа уже нет да у кого-то клятву врача кто-то медицинского врачебного образования не имеет но все равно значит в этой парадигме находится да что приходи ко мне лечиться и коровы и волчица что я должна иметь возможность помочь и человеку с гтр и с паническими атаками из депрессии из птср из что там другой стороны может быть с каким-нибудь личностным расстройством и вот у такого человека у универсалы есть целый ряд признаков которые ряд убеждений даже да давайте так скажем которые могут мешать стартовать практику универсал очень часто опасается что если начать фокусироваться на некой узкой нише то будет мало клиентов ну то есть если представить как это происходит универсал завершает обучение начинает работать с бесплатными клиентами бесплатные клиенты приходят откуда ни попадя и у них действительно состояние какие ни попадя там кто-то в тяжелой депрессии кто-то в легкой тревоге а кто-то не знаю у кого-то проблемы с управлением гневом и вроде как сложно это объединить и тогда универсал слово забыл обобщает вот обобщает этот свой опыт небольшой да относительно на вообще всю практику в целом и горит ну смотрите ну как же так ко мне и так он приходит все разное если я скажу что я хочу работать только с паническими атаками или только с молодыми мамами то у меня вообще тогда клиентов не будет как я их получу ну вот то с чего я начал до определение загибайте пальцы если тоже к вам относится что я должна уметь работать вообще с любыми запросами совершенно универсала очень часто не хватает реальной практики с платными клиентами для того чтобы обнаружить какие клиенты приходят за деньги дело в том что вот тот опыт универсала которым я сказал да он часто основывается на бесплатных клиентах а это очень часто люди которые нет не пошли бы вообще психотерапию если бы это было платно ну то есть они либо не могут себе это позволить либо считают что это ну какое-то не вполне адекватное вложение денег а за бесплатно ну почему бы нет и вот этого опыта не хватает для того чтобы его иметь возможность лучше интерпретировать с точки зрения того что я делаю такого ценного для тех людей которые готовы за это платить опять же универсалы есть это прямо вот мы работаем стане с с теми кто развивает свою практику да в том числе как наставники я как коуч иногда работаю как супервизор тоже с теми кто только начинает практику на интервизиях кстати тоже это беда последнего времени на интервизии хочется с кейсами поработать все значит психологи или коучи приходят запросом как меня клиент больше набрать это очень сильно конечно печалит но ладно извините в сторону ушел так вот когда в такой работе говоришь специалисту который плачет страдает что ко мне пришел клиент с которым вот он вообще не мой но мне очень тяжело у нас не складывается рапорт значит не складывается терапевтический альянс а мне вот как-то надо чтобы я его вытащила значит из того ужасного состояния в котором он находится и так далее и на предложение слушаем ну передай этого клиента кому-нибудь еще другому специалисту или просто я пришел клиент ты видишь на тебе вообще не хочет с ним работать у тебя сразу с первой с первой сессии не складывается альянс передай другому специалисту начинающего универсала глаза лезут на лоб если я сейчас вот так вот буду клиентами разбрасываться то у меня вообще никогда никакой практики не будет думает универсал универсал очень часто не пишет посты в отличие от знаки не потому что думает что все рассказывают ну что все же рассказано а потому что не знает что о себе вообще рассказать почему потому что ну я когнитивно-поведенческий терапевт или когнитивно-поведенческий коуч или рэп терапевт с чем работаю совсем работаю с какими людьми работаю ну со всякими мужчины женщины от 18 до 55 значит жители городов ну что еще не знаю все да идеи закончились поэтому когда возникает мысль а чтобы о себе точнее а чтобы написать моим клиентам сразу тоже возникает такая мысль ну а чё сказать кому не знаю что сказать тоже не знаю универсал очень часто сравнивает себя с другими опытными специалистами у которых практика на более высоком уровне развития до находится то есть там больше клиентов больше поток выручки и так далее в обоих случаях не в пользу сейчас я объясню какие оба случая имею ввиду универсал может видеть два типа коллег по рынку с успешной практикой первые коллеги по рынку с успешной практикой в целом выглядят как универсалы какой-нибудь хочу давать не буду называть никаких фамилий чтобы не склонять на все воды ну представьте себе какого-нибудь популярного психолога ну вот такой популярным если зайти на youtube канал или в запрещенную социальную сеть то там можно увидеть про все да и про отношения человек работает и про там какие-то состояния негативные так далее и универсал сравнивает себя с небольшой практикой вот с этим человеком с большой развитой практикой и думает как же так вот он там а я тут я ничего не могу сделать чтобы туда попасть и если у этого человека вот получилось то что же со мной не так что я этого не могу сделать это такая типичная довольно история которая в голове происходит и бывает другая тема когда другой специалист сразу этой практике фокусируется на какой-нибудь конкретный на каком-то конкретном клиентском сегменте например вот исключительно терапия семейных пар или исключительно группы по dbt или там еще что-нибудь такое и у человека успешная практика там скорее наоборот складывается непонимание то есть как это получается что этот человек вот на таком сегменте себе практику развил наверное там что-то произошло специфическое да то есть когнитивное искажение хочется объяснять это каким-то чудом но что другому человеку повезло или что это заняло много времени и так далее интересно да что там приходит в голову мысли которые не приходят в голову когда исследуем первый тип если вы себя узнаете в универсале на драм кружок кружок по фото хотите работать со всеми предполагаете что если вы выберете какую-то какой-то более узкий сегмент клиентов с которыми будете взаимодействовать то это приведет к тому что у вас вообще клиентов не будет вот если в себя вы если вы себя в этом узнаете пожалуйста маякните пока пока не вижу вижу универсалов у нас немного и не вон там саша саша писала что это я в начале пути интересно со всеми да вот тоже появляются плюсики вот есть есть такие отлично тогда друзья мои но вы продолжаете писать если себя узнали что здесь важно на старте практики объем ваших ресурсов на взаимодействие с потенциальными клиентами крайне ограничен то есть представьте что у вас есть какое-то определенное количество энергии да или там ну энергии какой-нибудь три килоджоуля и выйти три килоджоуля можете потратить двумя способами вы можете эту энергию рассеивать в окружающий мир во все стороны вообще это как знаете радиатором пытаться греть улицу в мороз вот он теплый он во все стороны рассеивает тепло и вы также коммуникацию рассеивать да у вас один текст про то другой про это вы тратите время на то чтобы разговаривать с теми людьми с которыми потенциально вам возможно не хотелось бы работать там вот в чате я видел такой текст что есть такое мнение что если не складывается альянс то значит психолог какой-то не такой вы решаете что я же на убеждение я же должна со всеми уметь работать значит вы начинаете еще больше вкладываться в интервизии супервизии так далее вместо того чтобы зарабатывать деньги на практике для того чтобы дальше усиливать свою свою экспертизу поэтому для того чтобы не греть улицу в мороз задача заключается в том чтобы ваши малые ресурсы на продвижение себя широком смысле да на освещение своей деятельности вкладывать максимально эффективно а максимально эффективно вы сможете это делать если именно в коммуникации вы начнете быть более сфокусированными для того чтобы это сделать выпишите на листочке бумаги несколько идей вот знаете просто как как облако тегов такой вот просто в разных местах бумажки от листика 4 да не списком подряд вот прямо разными ручками в разных частях листа с кем вам нравится работать с какими клиентами с какими людьми это очень взрослые кто-то уже работает с подростками и с детьми но если говорить даже про работу с совершеннолетними дата опять же молодежь это мужчины женщины это опять же там мамы руководители компании спортсмены людей искусства что угодно с какими запросами иногда помогает тоже по выписывать это на бумаге через какие сложности вы сами в жизни проходили возможно у вас был какой-то какой-то собственный диагноз да как моем случае например то же самое у меня были свои жизненные трудности до через которые проходил и у многих психологов и коучи тоже так и некоторые психологи преодолев свои собственные жизненные трудности любят работать с такими же клиентами они есть такие психологи и коучи которые наоборот сами прошли там через dtr например и говорят нет чтобы я с тревожниками работала до никогда в жизни боже упаси я не хочу с этими людьми очень даже общаться это ваше право самое главное знать чего вы хотите да и с кем вам действительно комфортно выпишите на тот же самый листик какие сообщества вы входите да например у вас была первая карьера и у вас там очень много знакомых там из там не знаю медицинской например индустрии из фэшн индустрии или там из бизнеса ваше спортивное увлечение хобби какие-то культурные сообщества до религиозные сообщества сообщества по интересам вот выпишите тоже это все и также какие есть компетенции которых нет других психологов опять же те у кого есть первая карьера и вы там или тренинги допустим или не знаю вас хорошо с финансами или что угодно это может быть тоже напишите на этот листочек и после того как вы выпишите все без критики то здесь задача да как в мозговом штурме без критики все выписывать поищите вашу целевую аудиторию дали первый целевой сегмент на пересечении этих идей а после этого сделайте два шага во первых выставить отношения с теми коллегами которые могут работать с неинтересными вам клиентами и отсылайте этих неинтересных вам клиентов вашим коллегам это очень звучит парадоксально да я буду уменьшать свою практику но нет во первых это поможет вам и в вашей коммуникации вашей деятельности фокусироваться на тех с кем вам комфортно интересно и главное вы даете максимальную ценность то есть если у вас не выстроился альянс с клиентом то работая с ним вы клиенту дадите меньше ценности чем если вы его перенаправите к коллеге и клиент с этим коллегой войдет в альянс и получит ценность и второй момент когда вы начинаете передавать клиентов вашим коллегам ваши коллеги начинают передавать клиентов вам это тоже парадоксально но так работает да и об этом говорит опыт многих коллег в рынке вот несколько примеров да какие могут быть сегменты это примеры реально действующих специалистов в рынке да ну то есть тоже из нашей практики даже фокус на том чтобы работать со страхом экзаменов у подростков ну и вообще со страхом в обучении у подростков это вполне себе может быть устойчивая и денежная работа вопрос в том чтобы делать то что вам нравится то что вы любите вот или быть мусульманским психологом или там лгбт психотерапевтом или вокальным коучем да то есть здесь вот это все не является слишком узкими нишами которые не позволят вам зарабатывать поэтому экспериментируйте сделать эту бумажечку и поищите с кем вам может быть комфортно работать для универсалов самый главный ресурс на старте да как написано здесь это ваша уникальность поэтому постарайтесь ее обнаружить как можно раньше да если себя узнали ставьте плюсики продолжайте писать нам в чат на любой площадке где вы нас смотрите и я фиксирую вопросы в чате были вопросы просто от практики про бесплатные сессии мы ответим на эти вопросы в конце поэтому вопросы тоже пишите а мы с вами рассмотрим гуманитария что это за такой архетип гуманитарии это те кто грубо говоря стесняются считать свой доход и говорят о том что они не умеют считать финансовую модель своей практике да что вот я работаю с клиентами это я могу а какие-то финансовые модели это не про меня и я это не умею тоже такое убеждение что почему-то я боюсь столкнуться с тем что я в этом не разберусь вот выгодского читаю на английском лекции лихи слушаю а вот в этом я не разберусь да и когда мы не считаем сколько мы зарабатываем это соответственно влияет на то что мы не понимаем как образуется цена сессии да вот сколько сколько стоит сессия это зависит от того сколько вы тратите сколько вы вообще зарабатываете да и это уже есть минимальная модель Да, сколько я получила, сколько я потратила, сколько мне нужно, чтобы жить. С этим тоже гуманитарии считают, что они не справятся. И более того, мало того, что они считают, что они не справятся, они об этом ни с кем не говорят. То есть это настолько страшно, что я не могу встать в такую, грубо говоря, взрослую позицию и пойти спросить, а как это делается, а кто это уже делал, а как это бывает. Ну, если я боюсь, что мне сложно, может быть, там табличку из трех колонок. Нет. Вот это тоже не обсуждается. Если про вас, прям замечайте это, что есть такое прям отрицание, что считать деньги, часы работы, это все нет, это не про меня. Еще и спрашивают у других, слушай, а у тебя сколько в месяц получается? Это же вообще нереально. Да, и в связи с тем, что абсолютно непонятно, сколько я зарабатываю и сколько должна стоить моя услуга, тогда в связи с этим возникает у гуманитария такое опасение, что мои услуги окажутся слишком дорогими и у меня не будет клиентов. Почему такое опасение? Потому что гуманитарий абсолютно не понимает, на основе чего я ставлю вот такую цену. То есть просто потому, что я так хочу, чаще всего люди, которые работают в помогающих профессиях, не могут себе позволить, что как будто бы так нельзя. В смысле я хочу? Нужно как-то это объяснить хотя бы самому себе, почему это столько стоит, а подсчеты, да, они невозможны, они не получатся. Я не справлюсь, я боюсь, я ни с кем об этом говорить не буду. И более того, что гуманитарий не считает количество, грубо говоря, рабочих часов, да, и сколько он зарабатывает за эти часы, работает тет-а-тет с клиентом. Гуманитарий не считает нагрузку административных часов. Вы можете сейчас вот тоже подумать о том, считаете ли вы, сколько времени вы тратите на то, чтобы обработать сессии с одним клиентом. Вот вы пошли с ним на супервизию, на интервизию, может быть, вы учитесь, может быть, вы читаете литературу, да, может быть, вы уже в социальных сетях публикуете что-то, общаетесь с вашими подписчиками. Это все ваши рабочие часы. Считаете ли вы их? Гуманитарии их не считают, и в связи с этим тоже непонятно, а сколько должен стоить мой рабочий день, чтобы я вот это все мог делать вокруг сессии. Тут у нас, Таня, как раз вот коллега пишет, что считает, плюс полтора часа сессии – это пипец. А это, друзья мои, не пипец, это жизнь. Да, это реальность, и ее важно учитывать, чтобы вам было это не пипец, а да, окей, я работаю с клиентом два с половиной часа, и тогда сколько это должно стоить. И гуманитарии как раз в связи с тем, что они сложно контактируют с ценностью своей услуги, они часто работают за донейшн или вообще за любую стоимость, которую предложит клиент. Вот клиент пришел, его важнее оставить, чем потом разобраться с тем, откуда я буду убрать моральные ресурсы, финансы, и вообще, как я потом смогу следующую неделю опять работать, если у меня на этой неделе было 10 сессий, мне заплатили в сумме за них 2500, и вот где же моя мотивация тогда? А вот она, да, что мы, оказывается, два с половиной часа с одним клиентом минимум сидим, а себе в этом отчета не даем. И, да, как вы уже поняли, обосновать стоимость своих услуг гуманитарии тоже не могут, им это сложно, да, они сразу зависают. Ну, почему 2500, почему 3000? Ну, как-то, наверное, около того. Да, и здесь бывает, когда клиент задает вопрос, ну, правда интересно спросить там у врача, почему пломба 6000? Ну, врач вам расскажет, ну, материал вот такой, а вы не можете рассказать. И тут, да, может гуманитарий пойти на попятны. Если себя узнали, да, ставьте плюсик в чат. Сейчас перейдем к тому, что вы можете, будучи гуманитарием, начать делать. Во-первых, начните вести таблицу клиентов и доходов, любой вообще формат. Если вам страшно, Excel, господи, Google Docs, возьмите бумажку, просто бумажку и запишите себе, сколько вы заработали на неделе. Да, и вот у вас пять клиентов, вот у вас два клиента, вот вы заработали 6000 за неделю. Это уже важный шаг, чтобы для вас ваша работа была более оформлена, чтобы вы понимали, что вообще происходит. И начинайте записывать расходы времени на вашу практику в часах. Да, вот вы тут работали с клиентом в чате, что-то ему там объясняли, как вам денежку перевести. Здесь вы сессию переносили, здесь вы пост выкладывали. Вот эти все расходы временные тоже фиксируйте. Конечно, рекомендуем вам посчитать расходы на образование. Вообще в прошлом, да, какова цена вас как специалиста, какой у вас опыт, какое у вас образование. Это ваша сила, ваш ресурс. Это то, что вы можете ставить в основу своей услуги и говорить, что я вообще психолог уже больше 10 лет. Да, вот у меня такое-то образование. Или вообще, может быть, я клинический психолог, психиатром работал и так далее. Поэтому это все считаем, сколько вы на это денег потратили. Опять же, курсы в ассоциации, в других каких-то организациях, все, что вы проходите, все посчитайте. В супервизии и более того, посчитайте, если вы хотите отдохнуть, вот в этом году, он еще не заканчивается, тоже посчитайте, сколько вам нужно, чтобы вы могли не только учиться и работать, но еще и отдыхать. Эти расходы тоже сразу включайте в эту табличку. И вы можете посчитать после этого всего, когда вы все это написали, как у вас получилось. Хотите просто хаотично, хотите в табличке, хотите, может быть, кого-то попросите с вами посидеть, чтобы ваши убеждения не так срывали с места, типа, ой, все, нет. Просто запишите, потом посчитайте, сколько же вам нужно клиентов за ту цену, которую вы сейчас ставите, чтобы ваши доходы превышали расходы, чтобы вы в минус не уходили, чтобы вы в нуле не сидели, когда у вас вот на карту пришли денежки, вот вы поели, вот они кончились. Это тоже нехорошо, да. Мы, те люди, которые работают с сферой человек в человек, у нас должен быть ресурс, да, чуть больше. Мы должны быть наполнены, чтобы мы могли клиентам помогать их выдерживать. Я думаю, что вы это уже чувствовали, да, в своей практике. Поэтому вот посчитайте, да, пока можно с этим ничего не делать, но потом, я думаю, что к вам идеи придут, что можно дальше с этим делать. Важно сейчас увидеть, что происходит в реальности, да, вот такую вот точку, контакт с реальностью можете себе задать, и это будет для вас очень важным шагом, если вы больше как гуманитарий строите свою практику. И давайте с вами обобщать. Вот мы пробежались по четырем архетипам, и вы как раз можете сейчас в чате поставить цифру, да, кто вы больше, да, знайка. Это тот, кто все время, да, учивается вместо того, чтобы практиковать. Стесняша – это человек, который ждет, когда клиенты сами прибегут, сами денежки дадут. Вот универсал, который пытается быть психологом для всех, гуманитарий, который работает с клиентами, но абсолютно не понимает, что происходит с финансовой стороной его практики. И многие из вас писали, что как будто бы и то, и другое, и третье, да, поставьте пятерку, если вы в себя обнаружили несколько персонажей сразу. Вот пошли цифры. Да, Таня, я смотрю в чат, у нас сплошные пятерки. То есть прямо количество пятерок процентов 80. Но встречаются и отдельно стоящие знайки, гуманитарии, универсалы. В общем, разнообразно. Но пятерок действительно довольно много. Для тех, кто вынужден сейчас уходить, коллеги, досмотрите в записи вебинар. Запись будет, мы выложим ее на канал ассоциации. Вот, поэтому, пожалуйста, посмотрите, да, потому что у нас еще есть несколько важных сообщений. И еще, собственно, пятый шаг к старту этой самой практики. Я сейчас поделюсь, да, парой мыслей насчет того, как практика вообще развивается. И, опять же, мы выделяем несколько стадий развития практики. Через них просто одинаково проходят все специалисты, которые развивают практику. Начинается все с нулевой практики. Нулевая практика – это когда вы, например, обучаетесь, у вас есть опыт работы в тройках, у вас уже были какие-то первые там пробы-пера, вы забесплатно сделали супервизионный кейс. Ну, может быть, несколько клиентов еще для практики у вас есть, и вы между занятиями с коллегами друг друга терапевтировали или коучили. Но, возможно, у вас уже были один-два платных клиента, но вот они, может быть, есть, но они откуда-то пришли, не пойми откуда. Один за 500 рублей, второй за 1000. Это нулевая практика. Старт практики – это когда у вас уже появилось 2-3 платящих клиента. Причем в идеале, когда у вас старт практики, вы знаете, откуда они к вам пришли, вы знаете, кто вы как специалист, вы знаете, что вы о себе говорите, и вы знаете, как привлекать клиентов еще, кроме этих двух-трех, которые к вам пришли за адекватный, извините, выражение, прайс. Как мы понимаем, между нулевой практикой и стартом практики, таким вкатыванием в практику, есть целая пропасть, и вот на этой пропасти как раз-таки очень часто и буксуют специалисты. Если это про вас, если вы буксуете между нулевой и стартом, то есть когда вы уже понимаете, как это работает, знаете, что о себе говорить, делаете это, и к вам уже начинают приходить первые, та самая пара клиентов в месяц. Отвечу, кстати, тоже там был комментарий в чате, что по статистике большинство клиентов приходят на одну сессию, а второе по распространенности две. Да, это действительно так, поэтому для того, чтобы у вас было два клиента, которые с вами отработают 8 сессий, вам нужно привлечь не двух клиентов, а там, условно говоря, восемь, и из этих восьми два будут более продолжительное время с вами работать, а другие шесть – одну-две сессии. Так вот, если вы застряли на переходе от нулевой к старту, или вы на старте никак закрепиться не можете, то есть есть там два-три платящих клиента или четыре, но они уйдут, и вот тоже не знаю, что с этим делать. Вот если вы там застряли, поставьте в чате какой-нибудь восклицательный знак, например. Ой, рано. Соответственно, есть следующая стадия развития, да, если вы уже находитесь на старте практики, то там вопрос заключается только в том, чтобы, что называется, повтор-повтор-повтор, да, репит-репит-репит, делать-делать-делать, привлекать-привлекать-привлекать, писать-писать, значит, проводить-проводить диагностики, снова там продавать-продавать и так далее. И переход от старта практики к устойчивой практике в целом довольно несложный. Он просто требует времени. Это редко бывает быстро. Это может занять полгода, год. Устойчивая практика, в отличие от старта, характеризуется тем, что у вас забит ваш график. По той ЦМЕ, которая для вас адекватная, да, то есть вы берете не дешево, вы берете столько, сколько вам сейчас комфортно. Допустим, 3000 рублей. Ну, к примеру, да, вот вы недавно закончили учиться. Устойчивая практика у вас забит график по 3000 рублей. При этом у вас возникают следующие проблемы. Если вы находитесь между стартом и устойчивой практикой, пожалуйста, поставьте какой-нибудь… Какие еще у нас знаки есть на клавиатуре? Знак «Равно». Вот, если вы где-то между стартом и устойчивой практикой развиваетесь. Ага, отлично. Тоже есть, да, такие коллеги. Да что ж такое, переключаю все время. На устойчивой практике тоже есть трудности. С чем они связаны? Они связаны с тем, чтобы повысить цену. Ну, то есть у вас забит график, у вас дорого администрировать все это дело. К вам продолжают приходить клиенты, вам уже приходится их ставить в лист ожидания или передавать коллегам. При этом вы понимаете, что денег на жизнь-то, ну, вы зарабатываете там, ну, 150. Но что-то уже аппетит приходит во время еды, и уже этого не хватает. И поэтому очень хочется. И вы хотите цену повысить с 3 до 5. Вы понимаете, что если вы поднимете цену с 3 до 5, то у вас половина клиентов отвалится. И вот это так же страшно, как в начале практику начинать. И это требует снова входа в такую зону дискомфорта, опять же, перестраивания своего представления о целевом сегменте и так далее. То есть это может быть такая непростая задача. И если вы проходите через это, если вы обучаетесь тому, как переходить из одного сегмента в другой, вы доросли в стоимости сессии до 7, 8, 10 тысяч рублей, 15, если в Москве тоже вполне реальная история, то дальше и вы хотите еще, не только денег, а еще развиваться, еще что-то делать, то там уже возникает стадия готовности к масштабированию, у вас уже появляются некие продукты для тех целевых сегментов, с которыми вы работали, которые уже можно оборачивать в формат групп, в формат обучения, в формат марафонов, самостоятельных практик, книг и так далее. И это следующая практика, следующая стадия номер 4. Вот если вы на 4 или с 3 к 4 никак перейти не можете, поставьте, давайте нолик. Ноликов у нас еще не было, по-моему. Нету ноликов. Нету ноликов, да? Все ведут свои вебинары. Все понятно, да. Отлично. Ну, то есть большинство, да, у нас находится как раз на границе между нулевой и стартовой. И есть часть, которая уже стартовала, но в устойчивую, там не перешла или есть проблема повышения цены. Собственно, мы обещали пятый шаг, да, или пятый набор действий, которые вам помогут. Это поможет вам на любой стадии практики. Проблема, проблемное действие, которое делают многие специалисты, это долго запрягают. Ну, из серии, что сейчас я, значит, вот сделаю огромный проект, потому чтобы сделать 100-500 рьюсов, 250 тысяч постов. Значит, там вот это, вот то, и после этого у меня там что-то начнется. И, в общем, это какая-то история, которая растягивается на месяцы. Так делать не надо. На любой стадии развития практики фокусируйтесь на действиях, которые могут принести быстрый результат. То есть сделали, получили обратную связь от реальности. Сделали, получили обратную связь от реальности. Если вам кажется, что вы использовали уже все доступные вам ресурсы для продвижения, вам кажется. Это вот просто стопроцентный опыт работы с людьми на всех уровнях практики, включая самый верхний. Поэтому сядьте и напишите все доступные вам ресурсы. И это не только деньги, не только ваша какая-то социальная сеть. Как к вам туда люди попадут? Вы не всегда знаете ответ на этот вопрос. Вы пишите все. Все ваши активности в социальных сетях, все ваши контакты. Реально, вот ваша записная книжка в телефоне. Все ваши старые связи, с кем вы перестали общаться, но были в хороших отношениях. Все сообщества, в которые вы входите. Какие-то локальные бизнесы, с которыми вы можете взаимодействовать. Там был вопрос насчет того, стоит ли оставлять визитки в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и так далее. И если речь идет не про Москву, да хотя даже в Москве, в любом городе, я думаю, что это тоже является ресурсом для продвижения. И вопрос, стоит или нет, вы можете понять пункт следующий, только выдвинув и проверив гипотезу. И вам нужно это и делать на уровне гипотез. То есть не вкладываться очень дорого в какой-то мегапроект по тому, как ваши визитки окажутся в каком-то дорогом ресторане. А попробовать гипотезу. Вот у меня есть возможность договориться с этими ребятами, чтобы там мою визитку вкладывали в счет, допустим. И по каким-то причинам. У вас приятель управляет своим рестораном. И вот у вас есть возможность договориться. Пробуйте быстро. То есть задачи. Если вы можете это быстро проверить, просто берете и проверяете. Если не работает, отказывайтесь. И, наконец, для всех нас, и здесь мы же все в одной лодке гребем, да, мы все специалисты общих профилей, это очень важно. Очень важно комьюнити, сообщество помогающих практиков. Выстраиваете отношения с коллегами, как с одной стороны, входя в сообщество, там, той же ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, да, взаимодействуя, общаясь в каналах и в группах, приезжая на CBT-форум, ездя на кемпы, просто знакомясь с коллегами где-то, да, и бросая клич, слушайте, давайте там кофейку попьем, поговорим у кого как с практикой дела, да, что работает, что не работает. Не нужно этого бояться, наоборот, да, мы уже об этом говорили, но тем не менее, важно выходить в свет не только перед лицом клиентов, но и вместе с вашими коллегами, не только с теми, с кем вы учились на одном курсе. Наконец, что вам может помогать, да, в этом, это ставить себе какие-то дедлайны свои собственные. Ну, то есть я вот решаю, что я вот на этой неделе сделаю список гипотез, куда я пойду, и дальше каждую неделю буду проверять две. У вас появляется свой собственный дедлайн, да, и вы ему следуете, это позитивный стресс, в который вы себя погружаете. Вам может быть полезно побольше поузнавать о том, как продвигаться, потому что многие специалисты, вот они знают только один способ, да, вот что-то пиши в соцсетях, и оттуда как-то придут люди. Как это будет происходить там, да, непонятно. Попробуйте поискать побольше информации об этом, причем сразу скажу, не обязательно покупать какие-то курсы, да, вы можете начать с бесплатных знаний, которые есть в ютубах, в вебинарах, сегодня уже довольно много есть на эту тему знаний. Это наработка навыка, то, что мы говорили, да, опора на практические шаги, поведенческая экспозиция, да, ваша задача не только не столько думать. Проблема в старте практики в том, что люди очень много думают в то время, когда надо делать, просто брать и делать, да, тестировать гипотезу, написать своим знакомым, попросить рассказать о вас другим знакомым, ну и так далее. Всегда помогают в изменениях окружения, да, вот, как я сказал, общаться с коллегами. И играет роль открытость опыта, то есть то, что вы готовы идти в дискомфорт, вы готовы оспаривать свои собственные убеждения, у вас есть намерение все-таки взять и это сделать. И вот все эти катализаторы изменений вы можете себе создать самостоятельно, конечно, как всегда, но давайте я задам вопрос в чат очередной. Поставьте, пожалуйста, плюсик те, кому была бы полезна помощь для того, чтобы эти шаги, все те, которые мы описали, сегодня совершить. То есть еще пока речь не про то, чтобы за что-то платить, пока, сейчас через три минуты начнется речь про это, конечно, но тем не менее, просто, да, вот вам была бы нужна помощь. Отлично, да, я вижу, что плюсики появляются. Как мы вам сможем помочь? Во-первых, нашими рекомендациями сегодня и выложив запись этого вебинара. То есть мы рекомендуем вам попрорабатывать все прям по пунктам из того, что здесь было нами представлено. Во-вторых, вы можете получить от нас чек-лист с 10-ти ключевыми убеждениями, которые мешают вам на старте. Мы его выложим в комментарии к посту в МирКПТ. Если вы еще не подписаны на телеграм-канал МирКПТ, пожалуйста, подписывайтесь. Там есть пост про этот вебинар последний, и мы там в комментариях выложим чек-лист. Кроме того, мы выложим чек-лист, если это возможно технически, в комментарии ВКонтакте, так, чтобы вы могли его себе скачать. Тоже такая от нас вам полезняшка, да, используйте, пожалуйста. Кроме того, уже то, о чем я говорил, пользуйтесь, пожалуйста, помощью коллег. Обсуждайте, ищите информацию и так далее. Но хорошая новость, что вот все эти катализаторы изменений, все эти позитивные положительные вещи мы с Татьяной предоставим на интенсиве доход от частной практики в МирКПТ. Собственно, этот интенсив займет ровно 4 недели календарных, там будет много работы. Это асинхронный интенсив, то есть вы смотрите видео в записи в то время, когда вам удобно, получаете задания на платформе, выполняете эти задания самостоятельно в малых группах до 4-6 человек, получаете обратную связь. Мы с вами лично встречаемся для того, чтобы разобрать вопросы и затруднения раз в неделю по субботам. И мы буквально за руку проводим по всем тем шагам и по большему количеству даже этих шагов, о которых мы сегодня говорили. То есть мы прям даем конкретные инструкции, как сделать список своих контактов, как его структурировать, к кому обратиться в первую очередь, а что я могу сказать о себе, как понять, на ком я хочу фокусироваться, даже если я вот просто сейчас учусь, и мне кажется, что мне хочется работать со всеми. То есть вот на все вопросы, которые сегодня звучали, все убеждения, которые являются мешающими, все те опасения, которые вызывают страх, мы будем помогать с этим работать и прорабатывать. На выходе из интенсива через 4 недели, если вы работаете, вы выходите на стадии старта практики. То есть этот интенсив предназначен для тех, кто завис между начальной стадией и стартовой. То есть для тех, кто уже стартанул, но задача заключается в том, чтобы масштабироваться, вот этот интенсив, точнее, забить себе график. Вот для вас этот интенсив не подходит. Это базовый курс, он для тех, кто находится на стадии начальной или никак не может закрепиться на стартовой. Те, кто ставил восклицательные знаки. Для тех, кто ставил знаки равно, кто у нас находится на старте, но хочет перейти в устойчивую практику с забитым графиком, для этого у нас будет позже продвинутый курс, но это уже чуть позже, в общем, не сейчас. Если вы находитесь в начале практики или никак не можете закрепиться на старте, мы просто буквально проведем вас на этот старт, и вы там двумя ногами обопрепитесь. Что-то еще, Таня, здесь нужно сказать? Забыла я что-то важное? Я думаю, что, может быть, мы можем что-то важное ответить на вопросы по поводу, может быть, содержания того, что мы будем делать. Но вот я бы ничего здесь добавлять не стала. Окей. Вот у нас руки поднимаются по руке, прям вообще отлично. Светлана, давайте, да, задайте вопрос. Спасибо, Алексей и Татьяна, за вебинар. Я вот, знаете, может быть, пропустила, но могли бы вы повторить? Вот пять шагов. Это вот определили свой архетип, и далее двигаемся по тем четырем шагам. Для каждого архетипа я выделила четыре шага. Вот пять шагов имеется в виду, или что-то другое? У нас тут такая матрешка получается, потому что есть пять вариантов, что с вами может происходить. Четыре архетипа плюс смешанный. В каждом архетипе есть свои шаги ближайшие. То есть вот если вы прям чувствуете, что вы чистая знайка или чистая стесняша, то вы выбираете и сначала делаете это. Но по факту все из тех шагов, про которые мы говорили, нужны для того, чтобы стартовать свою практику и развивать ее. Поэтому в целом вы можете брать рекомендации для всех архетипов, если видите, что вам это подходит. Поэтому пять шагов – это определить и сделать. А еще давайте шестой шаг – это начать делать еще и другие шаги. Надеюсь, что ответили на вопрос. В чате есть вопрос. Да-да-да, я вижу, что будут ли каждый день видео и задания. Да, процесс именно так и будет происходить. Вопрос я прочитаю для тех, кто смотрит трансляции. А на платформе с 24 числа будут каждый день видео и задания выкладываться? Как этот процесс будет происходить? Да, именно так. Каждый день, будний, на платформе с понедельника по пятницу будут появляться задания. Какие-то из них. То есть сами видео короткие. Редко они бывают больше 20 минут. Но само выполнение задания может занимать до трех часов в день. То есть у нас суммарно в неделю до 15 часов может быть занято этой работой. Поэтому интенсив. Вы заходите с целью работать на нем. Для того, чтобы… То есть все, вам уже прям надо практику. Вы не находитесь на стадии размышления. Вы не думаете о том, надо это или нет. Просто это вы просто делаете. Общение в мини-группах делить будем случайным образом, вероятнее всего. Посмотрим, там есть нюансы. Но для вас это будет случайный образ. Практика в группах – это будут совместные чатики, где вы сможете общаться. Сами задания. Но это будет не практика, а отработка. Это будут задания на то, чтобы обсудить что-то в группе. С помощью других людей получить какой-то дополнительный взгляд со стороны. Кто-то со звуком просьба отключить. Да, я выключила, попросила выключить звук. Все, спасибо. Вот, соответственно, практика – это может быть переписка в общей группе из 4-6 человек. Вы можете созваниваться. То есть здесь вы друг для друга такие помощники и помощницы. Форуму вы можете выбирать самостоятельно, но как минимум это будет группа для переписки. Сейчас были еще вопросы вверху, на которые я хотел ответить. Да, вот вопрос от Татьяны. Если интенсивные практики в индивидуальной психотерапии, в боссучреждениях уже есть энное количество лет, уверенность в своих силах есть, они понятно, с чего начинают свою частную практику. Вам к нам. Ну, то есть начинать, собственно, ровно с того же. Разбираться, опираясь на этот опыт и уверенность, с кем вам хотелось бы работать. То есть здесь важно разобраться, на какой сегмент я хочу начинать действовать в первую очередь. И активно, уверенно использовать имеющиеся у вас ресурсы. Вообще курс построен, и это тоже не тайна, сразу можно об этом сказать, на использовании своих социальных связей, своего нетворка. В вашей сети знакомств, как среди коллег, так и просто в вашей записной книжке, просто с обычными людьми. Но устойчивым, системным и измеримым образом. И вот на этом строится дальше и тема оформления своих каналов в социальных сетях, как визитки, и в том числе и написание постов с интересом. Но это на стадии старта, это только вспомогательный инструмент, который мы тоже вам поможем организовать и сделать. Если хорошие охваты ВКонтакте, в Телеграм-канале нет, но хочется, как раскрутить с нуля? Рассказать ли о нем ВКонтакте? Елена, попробуйте. Смотрите, вот здесь опять же история. Нет правильных ответов. Есть гипотезы ваши собственные, которые вы можете проверять. Мой личный опыт на себе показывает, что перелив аудитории из одной социальной сети в другую в целом работает. Понятно, что все охваты к вам в канал не перейдут. Но какая-то часть, первое ядро аудитории начнет набираться, и дальше вам нужно будет эту историю стимулировать. Курс будет онлайн. Это курс целиком идет онлайн, то есть вся работа онлайн на платформе. И по субботам онлайн-встреча. Точное расписание есть, и оно есть на страничке интенсива «Доход от частной практики». Соответственно, ссылку на страничку мы тоже предоставим. Может быть, сейчас выложим в чат. Но он точно будет и под постом в Телеграм-канале, и под постом ВКонтакте. Для того, чтобы вы не потерялись. Обязательно обнаружьте эту ссылку. Во всех каналах ассоциации она за последние дни неоднократно появлялась. Поэтому все онлайн. Есть ли какие-то еще вопросы, друзья? У нас от общего тайминга в полтора часа осталось 7 минут. Поэтому как раз можно на что-то успеть ответить. Отлично. На интенсиве ограниченное количество участников. Это первый поток именно в ассоциации, который мы делаем. Раньше мы его проводили вне ассоциации. Поэтому количество участников ограничено. И поскольку мы 24-го уже стартуем, и уже некоторое время продвигаем этот курс, и там уже довольно записей хватает тоже. работайте. Записывайтесь. Сколько будет стоить, тоже можно посмотреть на страничке. Непосредственно на... Промо-сбт-университи, да, слэш... Если нужно, я могу прислать в чат. Пришли в чат, да. Так будет быстрее. Если первое занятие 29-го, невозможно к посещению будете в дороге, как решить этот вопрос? Об этом вы можете спросить менеджеров АКПП. Потому что этот курс, он с точки зрения организации и требований, он такой же, как и все курсы в мире КПТ. И, соответственно, раньше в ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. У нас здесь одинаковые форматы требований и решения подобных вопросов. Коллеги, просто ваш менеджер, он подскажет вам все гораздо лучше. С точки зрения результатов с прошлого потока. Ну, позитивные отзывы даже неинтересны, потому что их там было большинство. Ну, либо кто-то не дал никакого отзыва, у нас негативных не было, да, были позитивные. Первый поток, который мы делали, был 26 человек. В этот раз мы на базе АКПП делаем интенсив больше, да, у нас ограничение сверху 60. И там уже довольно плотно, поэтому тоже не теряйте времени. Татьяна выложила ссылку в чат на страничку промо. Там про цену, тайминги и все такое. Из 24 человек у нас была достаточно высокая доходимость. Сделали все задания курса, оформили свои соцсети как визитки. И, значит, написали там своим контактом, сделали приглашение, расскажите о мне и так далее. В общем, доходимость была из 24, у нас дошло 19. Вот в таком в полном объеме другая часть осталась, не дошла до конца по независимым от нас причинам. Из 19 человек первые клиенты стали приходить у... Около половины, я не помню точно, то ли 9, то ли 10 человек. В целом, опять же, тоже у разных людей по-разному. Просто у кого-то уже начинали быть входящие, у части из них входящие запросы, но еще не было первых продаж. А вот первые продажи были где-то у половины из тех, кто дошел. Но кроме того, что это первые продажи, здесь важно, что мы даем системный взгляд на то, как с этим работать. То есть вы получаете системное представление, как именно вы на старте практики привлекаете клиентов, что именно вы о себе говорите, как вы учитываете это все, как вы это считаете. Мы отдаем вам все инструменты, мы вам отдаем таблички для учета, таблички для финансовых расчетов, таблички для проработки своих собственных, собственных убеждений, в общем, чего мы там только не даем. Сложнее сказать, чего мы не даем, чем что даем. Поэтому с моей точки зрения результаты были достаточно высокие. Кстати, спасибо за идею. Я думаю, что нужно сделать такой after-action review, там уже год прошел с прошлого потока, задать как раз коллегам, выпускникам вопросы, у кого как вообще с практикой дела обстоят. Я еще этого не проделал. Спасибо, пока отвечал, пришла в голову эта идея, что можно это сделать. Таня, есть ли какие-то вопросы во Вконтакте, на которые нам нужно было бы ответить? Во Вконтакте вопросов не вижу. То есть я обновляю страничку, пока вопросов не нашла. Я хотел бы кое-что добавить. Вот ты сейчас много говорил о том, что мы даем на курсе. И вот для меня, как если бы мне это дали в начале моей практики, самое классное то, что этот курс снимает вопрос, что делать. За счет того, что он основан на опыте нашего развития практики, на опыте развития практики наших клиентов, исследованиях и так далее, все действия и все вот эти инструкции, они выверены. Они действительно работают. То есть, как и Алексей сказал, что даже если вы еще раз захотите его перепройти и какие-то шаги внедрить, которые вы не успели за эти четыре недели, для вас будет закрыт вопрос, что делать. Что делать, понятно. Осталось только технически внедрять шаги. Это очень хорошо, потому что мы с вами очень в голове загружены работой с нашими клиентами. Ведь это самая сложная задача для мозга, переключиться с психолога на такую предпринимательскую жилку. Вот понять, как, что, куда, что теперь делать, какой пост. А у вас есть инструкция. Вы просто исследуете и в нее уже вкладываете душу. Потому что многие хотят, что от души, с этикой, с моими принципами. Есть вот эта жесткая основа, вот этот каркас. Понятно, в каких направлениях я двигаюсь. Более того, мы говорим много о этике, мы говорим о том, как юридически, грамотно стоит к этому подходить. То есть вот эти все серые зоны мы поможем вам закрыть. И вам останется только действовать, ориентируясь на то, как бы вы хотели в этих границах проявляться и набирать своих клиентов. Спасибо, Таня. У меня еще отозвалось тоже, да, про слово этика. Потому что очень многим психологам и коучам продвижения кажется неэтичным. Чтобы вы не волновались, у нас там отдельное занятие будет по этике и продвижению и так далее. И весь наш интенсив, он, естественно, спланирован с учетом требований этического кодекса АКПП. Поэтому прям не волнуйтесь. Вы будете знать, что вы можете делать, что не можете делать. И ничего из того, что мы будем предлагать, не будет противоречить этическому кодексу АКПП. Марго задает вопрос. Как решить, если не можешь одну субботу присутствовать? Пожалуйста, уточните это у вашего менеджера АКПП. Насчет того, как долго после завершения курса можно будет пересмотреть лекции. У нас тоже стандартный по всем курсам, если я не ошибаюсь, принцип там порядка 60 дней. То есть около двух месяцев можно будет пересматривать, потом доступ закрывается. Ну, как-то так. Мне кажется, что мы по большинству вопросов пробежались. Мне хочется одним, наверное, закончить. Он там где-то выше. Я его прочитал в чате, довольно близко к началу. А имеет ли смысл вообще брать бесплатных клиентов в начале работы? В том числе кейсовых, под запись на супервизию. Во-первых, мы вас будем учить в принципе брать клиентов под запись, чтобы вы с большинством из них могли работать в супервизии. Кстати, еще, да, шаблон такого психологического контракта мы вам там тоже предоставим, чтобы вы могли клиенту предоставлять некоторые шаблоны еще взаимодействия с клиентами. Но чем быстрее вы перестанете работать с бесплатными клиентами, тем лучше. То есть ваша задача как можно раньше перестать брать бесплатных клиентов. Чтобы как можно раньше перестать брать бесплатных клиентов, имеет смысл вообще не брать бесплатных клиентов. то есть у меня бесплатных клиентов моей практике было 2 причем ни один из них в итоге не был супервизионным мой супервизионный клиент на базовом курсе а кпп был платный и ничего никто не поломался как-то так наверно и так коллеги полтора часа наши оговоренные прошли тогда предлагаю на этом завершать запись будет выложена приглашаем вас еще раз на интенсив подписывайтесь на все каналы ассоциации секции коучинг пп мир кпт не пропускайте вебинары а мы вас ждем с татьяной 24 июля на открывающем уроке нашего курса если почему-то нет возможности пожалуйста пользуйтесь материалами которые мы вам предоставили сегодня мы хотели чтобы он был максимально полезным спасибо большое всем за внимание что с нами провели столько времени будем рады вас видеть на нашем курсе отлично с днем рождения арна бека всех кто-то если планирует еще там присутствовать в кпп пожалуйста переключайтесь на следующую трансляцию вот я вижу у нас человек 40 всего осталось было больше сотни все всего доброго хорошего вечера друзья и коллеги до свидания